Это аскеза для правильной жизни называется, и их несколько вариантов. Самый простой вариант аскеза для правильной жизни — это режим дня, синхронизировать себя с той силой, которая даст тебе оптимальный способ жить. Ну то есть рано встаёшь, рано ложишься спать — жить легче, вовремя покушал — жить легче, вовремя изучаешь всё, вовремя общаешься с родственниками вечером, вовремя изучаешь с утра, вовремя лечишься с утра, кушаешь больше всего в обед, и у тебя появляется больше сил жить. То есть аскеза для чего нужна человеку? Для того, чтобы было больше сил. В этом цель аскезы. Допустим, вы говорите, у меня нет силы, значит, нужна аскеза. Какие силы бывают? Эмоциональные. Я нервничаю, это эмоциональное бессилие. Я нервничаю, ругаюсь, эмоциональное бессилие. Дальше. Я не могу терпеть мужа. Это значит, нет силы терпеть. Не то, что он мне не подходит. Вот все мужчины, всем женщинам не подходят. Потому что они очень напряжённые, такие жёсткие, требовательные, такие наглые, неляшливые. Представляете, все мужики вот такие вот, по природе просто. Женщины думают, что ничего себе, наглые-то по природе, мужчины наглые. Да, точно так же, как женщины неконтролируемые, неуправляемые по природе. Женщины говорят, это же нормально. Я, допустим, у меня беспокойный ум, это же нормально. Но точно так же, у мужчин наглый ум, это тоже нормально. Он так считает. А женщина считает, что беспокойный ум, это нормально. У каждого своя правда. И поэтому всегда женщине с мужчиной тяжело, и если у нее не хватает сил, тогда она думает, я не могу с этим человеком жить, наверное, мы несовместимы. Нет, просто у тебя не хватает сил на мужика. То же самое на женщину может не хватать сил. Вот женщина очень суетливая, все время меняется настроение, мнение все время меняется. Она все время хочет своего от мужчины, а именно своего в отношениях. Она все время говорит, неправильно сказал, не так обратил на меня внимание, не то, не так, не сяк. Вот так говорит, так веди себя, так разговаривай со мной, так делай то. И он говорит, господи, я не могу уже это терпеть. Потому что так устроен мир, женщина хочет, чтобы в отношениях все было так, как она хочет. Это ее природа просто. Ну сначала она, конечно, мирем на себя ведет, она делает вид, что она ничего не хочет. Вот, а потом проходит какое-то время, и все вылазит, все равно же наружу. А мужчина, он хочет подчинения. Если женщина хочет отношений, это тоже эксплуатация, кстати. Хотеть отношений, это эксплуатировать мужчину в отношениях. А мужчина хочет подчинения, это эксплуатировать женщину в подчинении. Разницы никакой нет вообще между мужчиной и женщиной. Каждый что-то хочет. И терпеть это очень сложно. И поэтому человек должен научиться быть сильным. А для этого нужно совершать аскезы каждому человеку. Женщины говорят, женщины не должны совершать аскезы. Почему не должны? Должны. Женщины должны рано вставать. Они должны обязательно делать, двигаться, делать зарядку, поститься. Вот. И неподвижные положения тела должны соблюдать. И также выполнять режим дня. Просто они это делают по-другому, не как мужчины. Потому что есть два типа разума. Есть женский разум, который вдохновляется совестью и отношениями. А есть мужской разум, который вдохновляется победой над собой. Ну, то есть, если мужчина сказал себе, я хочу победить себя. Мужик сказал, мужик сделал. Это мужская аскеза. Теперь, если женщина скажет, я хочу победить себя. Ей даже противно об этом думать будет весь день. Она будет думать, господи, зачем же я вообще так подумал. Женщине заставлять себя побеждать просто крайне неприятно. Почему? Потому что она рождена не для этого. Она рождена вообще для счастья, для умиротворения. Она в прошлой жизни себя заставляла многое, поэтому родилась женщиной. Чтобы от этого отдохнуть. А тут опять, оказывается, надо себя заставлять неправильно. И поэтому у женщины есть другой способ совершать аскезы. Потому что у женщины очень чистое и совестливое сердце по природе. И поэтому женщины всегда должны общаться с женщинами для того, чтобы вдохновляться и работать над собой. Они должны вдохновлять друг друга. И также они вдохновляют через лекции, естественно. Потому что когда мужчина чужой, не свой муж, он всегда очень авторитетный. Но чужой мужчина очень авторитетный, его можно послушать, все правильно говорит. А мой мужик всегда неправильно говорит, что его слушать. Потому что женщины так же и мужчин слушают, но чужих только. Вот и чем дальше, тем авторитетнее, понимаете. А свой, ну вообще, что его слушать вообще. То меня так жена делает, она слушает чужих мужчин. Лекции, они авторитетные. Потом мне рассказ, как правильно. Но не всегда она так же меня слушает, советуется. Не так, чтобы вот совсем только чужих мужчин. Слушает в основном даже женщин советы часто очень. Это правильно для женщин. Это правильно. То есть, видите, слушать тех, кто знает, для женщины очень правильно. Потому что она этим сильно очень вдохновляется, не как мужчина. Она услышала, как правильно, и все. Точка. Она вдохновилась, все, теперь буду так делать, я знаю, теперь точно это правильно, все. Потому что так работает совесть ее в сердце. Она, эх, все, теперь я так буду делать, это правильно, все, супер. Но ненадолго. Поэтому. Не то, что это уже стало неправильно, все, это правильно, но я уже забыла. Вот. Поэтому женщина должна обязательно рассказать другой женщине, потому что это очень важно для женщины передопать постоянно. Но не мужикам, женщины, поймите. Вот вы приходите с лекции, начинаете мужу рассказывать, какая правильная лекция. Не надо ему рассказывать. Захочет, сам пойдет. Наоборот, если вы ему ничего не рассказываете, он подумает, что на лекции было. Какая тебе разница? Иди сходи послушай. Все. Он будет чесать репу и подумает, надо идти. Вот так надо с мужчиной. Надо ему навязывать сознание, мужчине не надо. А с женщинами обязательно надо. Ты же пошла на лекцию или нет? Нет, что-то некогда, нет, все, не могу. Ты пошла на лекцию? Я не знаю, я подумаю. Пойдем, 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 все. Ну ладно. Потом он говорит, я и сама хотела, но некому было позвонить. Олег Геннадьевич, почему женщины курят? Ну и скажите, пожалуйста, а следу, какую им завершать, чтобы помогла? Женщины курят от напряжения. В этом мире все люди напряжены, и женщины, и мужчины. И здесь неуместно осуждение. Вот если вы осудите человека, который курит, он от этого курить не бросит. Потому что само по себе осуждение всегда никому не может помочь. И поэтому ни критика, ни осуждение, это не является лекарством никогда. А осуждение всего лишь от бессилия протекает. А сила означает принятие человека таким, какой он есть. И тогда приходит постижение, почему. Когда ты способен принять, тогда ты постигаешь, почему. Причина заключается в сильном напряжении внутреннем. Никотин, он внешне, он создает иллюзию, что напряжения нет. И человеку этого достаточно, в принципе, для жизни. Но внутреннее напряжение потом начинает разрушать у человека организм, психику. Аскеза от курения — это аскеза для тела. Это статические упражнения, динамические и пост. Особенно статика и динамика снимают напряжение. На природе это надо делать. И причем надо не заставлять девушку на природу, а вдохновлять. Ну пойдем, моя дорогая, ну не бегай хотя бы прогуляйся. Ну не гуляйся, хотя бы постой. Ну пойдем, пойдем на природу. То есть вдохновлять ее. И она, ну ладно. И это, ну мужчине вообще как бы раскачать женщину очень сложно. Практически невозможно. Поэтому я ей говорю, лучше найдите ей подружек, с которыми она будет бегать. И тогда вы решите полностью вопрос. Понимаете, женщина вдохновляется только подружками надолго. Лектором сильно, быстро, как бы эффективно, но ненадолго. Потому что лектор же не будет тебе постоянно одно и то же говорить. А вот подружкам надолго и эффективно и сильно. Потому что она всегда за совесть берет и всегда ты хочешь делать так же, как она и все. А подружка сама тебе звонит, потому что она сама не может одна пойти. Так женщины поддерживают друг друга. И это очень сильно. Знаете, что женский разум по факту сильнее мужского. Но трудно организуем. Вот если женщины способны организовать сообщество такое женское для работы над собой, то им легко будет работать над собой. Гораздо легче, чем мужчины. Гораздо легче. И точно так же женщины должны организовываться, чтобы выйти замуж. Чтобы мужика сбить с толку, нужно много сразу красивых девушек вместе, чтобы было. Они должны все улыбаться вместе. И он тогда теряет себя. И дальше одна какая-то из них завоевывает ее сердце уже. На нее прибьют. Нет. Нет, не прибьют. Немножко расстроятся, что не их. Немножко он уже на детях. Хорошо. Но очень важно вам сейчас научить. Вы все правильно говорите. Но лучше вам сейчас слушать. Есть на то причина. Не потому, что у вас слабее разум, чем у меня. У вас сильнее разум, чем у меня. Но сейчас я лекцию читаю. Поэтому, как бы, иначе диссонанс будет. Итак. Очень важно понять, что все надо делать последовательно. Первое, мы ставим себе диагноз. Я растерялся. Значит, нужно получить знание. У меня нет сил. Значит, нужно совершать аскезу. И если судьба не благоговорит ко мне, допустим, я не могу выйти замуж никак вообще, то тогда нужно совершать пожертвование. Самое лучшее пожертвование — это служение. Особенно святым людям. Это самое лучшее пожертвование. Есть другие пожертвования. Например, я желаю всем счастья. Я желаю всем любви. Можно из сердца жертвовать свои желания. Но когда человек имеет такую непреодолимую преграду в жизни, только пожертвование могут эту преграду растопить. Только пожертвование. Потому что точно так же, как человек хочет кушать, и у него нет работы, и нет вообще никаких опций. И точно так же кто-то просто ему дает покушать. Это называется пожертвование. И когда мы жертвуем что-то людям, тогда Бог немедленно нам жертвует то, что нам надо. И не важно, это еда или нет. То есть, если я жертвую еду, тогда... Это не значит, что Бог мне тоже едой будет заваливать. А Он будет мне давать то, что мне надо. Потому что нужда, она одинаковая для Бога. Что та, что эта. Разницы нет. Итак, видите, три варианта я вам предлагаю. Первый вариант. Не знаю, что делать. Получай знания. Терпи. Это аскеза получать знания. Ты сразу не получишь. Нужно ждать, искать, у кого получать знания. То есть, это аскеза, длительный труд. Даже просто найти того, кто тебе расскажет, очень сложно. Но эта аскеза, она приводит к победе. Человек знает, что ему делать. Если ты чувствуешь, что у тебя нет сил, то есть, ты... Другими словами, меня, как люди говорят, у меня плохой характер. У вас не плохой характер, у вас нет сил. Силы человек приобретает сначала от природы, потому что большинство людей просто обесточены. И они к этому привыкли, они этого не понимают. Нам не хватает энергии природы в жизни. Природа получается через аскезу и пребывание на природе с любовью, с радостью. Не то, что я в магазин иду на природе, как бы, и думаю, что это я каждый день хожу по природе в магазин, и что они получают природу. Потому что ты не настроен на природу, ты настроен на магазин. И в магазин ты получаешь то, что хочешь получить каждый день, но природу не получаешь, потому что переключиться с магазина на природу очень сложно. Ну, можно, в принципе. Но лучше всего просто пойти на природу. Хотя бы там на 10 минут, на 15 побегать, там подвигаться. Много же не надо. Следующая аскеза — это режим дня. Он даёт человеку возможность ещё больше, эффективнее жить в этом мире. Более эффективно. Например, работать эффективно по режиму дня. Изучать, молиться в тысячу раз эффективнее по режиму дня. Если человек молится с утра, в тысячу раз эффективнее. Здоровье только можно получать с утра, когда восходит солнце. Иначе просто не будет эффективно. С семьёй лучше всего общаться вечером, потому что в это время предрасполагает добрые беседы в вечернее время. С близкими общаться. Не дефектив смотреть вечером надо, а общаться с родственниками. Понимаете? И с Богом. Можно священное писание обсуждать, о жизни святых людей беседовать. Или вообще такие бывают вещи, как вчера, допустим, было объявлено, что в девять часов вечера будет вообще все вместе можно молиться. Представляете, как классно? Кто помолился из вас? Видите, вот воспользовались. Молодцы. Так надо жить. Может, не обязательно православные, могут все молиться в это время, подключаться. Какие проблемы? Там же не было сказано, что только православные. Смотрите, если уж говорить о молитве, то искренняя молитва означает с верой. Если у вас нет веры в слова, в священное писание, то не значит, что молитва по словам неискренна. Вот представим себе, допустим, есть святой человек, который вам сказал молитву, а вы верите ему бесконечно, и вы просто повторяете его слова, потому что знаете, что он Бога знает в тысячу раз лучше, чем я. Это искренняя молитва или нет? Вот именно, смотря для кого. То есть искренне для того, кто верит в святого человека. И для этого предназначены эти священные писания, и вот эти вот слова из священных писаний предназначены только для таких людей, которые бесконечно верят в апостолов, которые написали эти священные писания, святых людей, которые этому следуют, и советовали им это повторять. И тогда она у них становится искреннее, потому что я верю, допустим, мама мне сказала, «Сынок, только помни, сынок, золотые слова, хлеб всему голова, хлеб всему голова». И я помню и говорю, «Мама, спасибо, хлеб всему голова, хлеб всему голова». Я вспоминаю. Это искреннее, это не мои слова. Это слова мамы, допустим. Но это искреннее или неискреннее слова? Искреннее, потому что я верю маме. Правда? Точно так же человек может верить апостолам, священным писаниям, свидетелям, которые уверовали в Бога. Разве это не искренне? Но человек может не верить в священное писание. Тогда для него искренней молитва является молитва своими словами. Она работает очень сильно в этом случае, без всякого сомнения. Но при этом, если человек осуждает молитву не своими словами, значит, он просто не понимает этого. Хорошо, двигаемся дальше. Мы немножко переключились. Мы говорили об аскезах. Итак, следующий этап, когда вы уже окрепли, вы можете терпеть, вам легче жить стало, можете терпеть, потому что терпение — это признак того, что есть силы. Не важно, что терпеть. Терпеть на работе, терпеть близких, терпеть свое здоровье, терпеть климат, в котором я живу, терпеть свою страну. И так далее. Вот все, что терпеть, не могу терпеть, значит, не хватает аскезы. Все. Не то, что страна плохая, здоровье плохое, жмуш плохой, и работа плохая, не хватает аскезы просто. Все. Поэтому я не могу терпеть. Все хорошее. Бог только хорошие человеку дает. Плохое ничего не дает. Кто-то подумал, у меня исключение, Али Кеннадьевич. У вас не исключение, у вас тоже так же. Все правильно. Когда человек соблюдает режим дня, ему становится легче жить. Очень легко становится жить. Но этой аскезы недостаточно. Потому что есть еще другие аскезы, которые делают жизнь человека совершенной и сильной. Она становится как камень такой сильный. Эта аскеза называется правило жизни. Вот, например, правилом жизни является не бросать близкого человека. Это супер жесткая аскеза. Не смотреть на чужих девушек, не смотреть на других парней, а смотреть только на того, кого тебе Бог дал. Хоть ты и не понимаешь, что тебе его Бог дал. Имеет значение. Надо просто заставить себя так жить. И эта аскеза дает силу. Какую силу эта аскеза дает? Как вы думаете? Вот я вот совершаю аскезу. Надо же, должен знать результат. Если я на природе двигаюсь, я получаю здоровье и терпение. Если я режим дня соблюдаю, я облегчаю свою жизнь. Она легче становится. Мне легче жить просто. А вот если я терплю своего близкого человека и не хочу его бросать, хотя вообще есть куча людей намного лучше, чем он. Что дает эта аскеза? Какой результат? Зачем я должен это делать? Какой результат будет? Принятие это аскеза. Сильным всегда дает аскеза. Всегда человек становится сильным. Как ты сказать? Как? Любовь и верность. Верность это и есть аскеза. А вот любовь это плод. Что такое любовь? Любовь это видение глубины человека. То есть человек начинает, и он верным стал человеку, и он начинает видеть «Смотри, какая чистота! Смотри, какая красота! Ей невозможно наглядеться!» То есть, понимаете, человек начинает видеть глубину своего близкого человека и начинает по-настоящему его любить, потому что наслаждение человека, Олег Геннадьевич, значит, и я не чувствую от него счастья. И поэтому, что мне с ним жить? Понимаете, вот это наслаждение человеком, наслаждение человека, это не любовь. Это просто временное чувство, которое может на время связать людей вместе. Какое время? Ну, максимум 6-7 лет. А потом оно заканчивается у всех. И люди думают, «Ну все, кончилось любовь. Пойду искать другого». Если человек сказал себе, «Я буду с ним жить», то тогда открывается опция видения чистоты человеческой. Даже если он алкоголик, ты все равно в нем чистоту будешь видеть и избавишь его от этой привычки злой. Свекровь. Это аскеза тоже. Вот. В нем есть душа, чистота в нем есть. Это муж. Что вы за жену-то, за женщину говорите? Почему вы так... Вы же не женщина, так с вопросом, почему от женщины задали? Это вы про себя сказали или про мужа вашей любовницы? Про сестру? Это аскеза. Как она выглядит, эта аскеза? Повторяйте молитву, мужчины. Теща пришла, и вы начинаете петь перед ней. Теща моя ласковая, Теща моя заботливая. И она такая... Побеждать судьбу. Человеческая сила побеждает. Это аскеза, понимаете? Вы говорите, а если... Турник очень высоко. Я сорвусь и убьюсь вообще с него. Тоже подтягиваться. Ну, то есть, если означает... Объем работы просто и все. Аскеза побеждает. А если девушки... Вообще это не аргументы. Там теща плохая, это вообще не аргументы. А вот девушки красивее, другие и лучше. Вот это аргумент. Серьезный аргумент, между прочим. И не имеет значения. Все равно человек должен понять, что аскеза предназначена для чего? Для того, чтобы увидеть чистоту, красоту человеческую. Именно это и есть любовь. А без этой аскезы, мои хорошие, никогда вы ее не увидите. Никогда. Никаких вариантов. Если вы так не подписались, не увидите вы настоящей любви. Так и будете прыгать с одной ветки на другую, как обезьянки, которые хотят секса. Также аскеза является следованием другим правилам жизни. Правила жизни — это самая тяжелая аскеза. С нее не надо начинать. Быть верным — это самая тяжелая аскеза. Уважать свою страну, свою культуру, свой народ — это самая тяжелая аскеза. С нее не надо начинать. Честно трудиться на своем предприятии, несмотря на недостатки и старших, и младших — это очень тяжелая аскеза. С нее не надо начинать. Но все эти виды аскеза дают силу человеку. Когда человек уважает старших, правительство и свою страну, он сам того не желая, даже не думая об этом, повышает свое социальное положение сразу же. И оно будет расти и расти день это дня. Если человек уважает своих родителей, он получает благословение на этот рост социальный. У него есть доступ к этому. А если не уважает своих родителей, то даже доступа к этому у него нет. Он как вот есть у него положение, так и останется. Он не сможет подняться выше. Что это значит? Это значит, если ему предложат должность высокую, он не справится, не останется там, потому что у него нет силы быть более уважаемым человеком, чем он есть на самом деле. Быть более уважаемым человеком — это сила человеческая, которая идет из аскезы. А аскеза называется уважение старших своей страны и правительства. Если человек в прошлом эту аскезу совершал, он в этой жизни получает быть старшим, возможно. Но если в этой жизни он не уважает старших, он все равно оттуда слетит. Когда человек совершает аскезу служения социуму, такое, как скапывать деревца, кормить нищих, заботиться о чистоте того места, где он живет, то человек получает от этой аскезы способность решать всегда и все вопросы своей жизни. Например, я знаю одну такую даму, у нее четверо детей и ни одного мужика рядом. Не повезло ей. Вот так вот. Ну, понятно, что была причина в ее судьбе такая. Но самое удивительное в этом человеке, что она всегда и везде заботилась обо всех, как могла. И она звонит, говорит, Олег Геннадьевич, у меня есть одна знакомая, у ней нет денег на лечение. Можно мы ее полечим? Я такой сразу так замялся, говорю, вы знаете, как бы, ну, надо людям зарплату платить. Она говорит, Олег Геннадьевич, вы вообще меня неправильно подумали. Мы за нее заплатим? Я говорю, как вы за нее заплатите, если у вас нет ни работы, ни мужа, и вам самой нужны деньги? Она говорит, да запросто. Проходит несколько дней, она говорит, мы собрали деньги. Я был в шоке. Я не взял, конечно, с ней деньги. Но идея в чем заключается? В том, что она так и живет. То есть она не думает вообще о том, будет она завтра кушать или нет. Что-то маленькие дети, все четверо маленькие. Она просто постоянно обо всех заботится. Это ее природа. И люди ей сами несут поесть. Они ей дают деньги сами. Потому что человек, который заботится обо всех вокруг, это признак его сильного аскетизма внутреннего. Это не то, что он заботится, потому что ему так нравится. Он заботится, потому что он чувствует, что так надо. Это его аскетизм внутренний. Такой человек никогда не будет ни в чем нуждаться в своей жизни. Никогда. Никаких шансов ему испытывать нужду. А если я испытываю нужду, значит, я забочусь только о себе все время. И думаю только о своем благе. Вплоть до того, что если ты видишь, что у тебя зарплата маленькая, и ты постоянно гнусишь, что тебе надо больше зарплату, даже если ты занимаешься добрыми делами и гнусишь, что тебе надо больше зарплату, то Бог у тебя отнимет эти добрые дела и вообще никакой тебе зарплаты не даст. Потому что человек, который хочет денег, никогда их не получит. Деньги приходят всегда от того, что человек хочет о ком-то заботиться. И прежде всего от тех, где он работает. Вот если он, допустим, работает где-то, аскезой заключается просто честно выполнять свой долг и забыть про деньги. Конечно, если тебя обманывают там и не платят, нужно потребовать свои права, но не просить больше, а просто свои права потребовать. Если не выполнять, можно уйти из этого места, Бог даст другую работу, это не проблема. Но если человек постоянно думает о деньгах, он не будет повышать свой социальный уровень, никогда. Это невозможно. Почему? Потому что он слаб в этом вопросе. Сильный человек — это тот, кто думает не о деньгах, а как минимум о труде, желании трудиться для других людей. Это первая стадия вообще богатства. А если ты забыл даже про труд, а именно о благе других только помнишь, тогда ты вообще можешь забыть про то, будут у тебя деньги или нет. Бог будет тебя обеспечивать по-любому. То есть, видите, мы говорим об аскезах сейчас. Есть аскеза — верность даёт любовь. Есть аскеза — уважение к старшим даёт положение в обществе. Есть аскеза — желание забыть, хоть и хочется денег, потому что это страх жизни заставляет. У меня дети, Олег Геннадьевич, у меня квартира маленькая. Я не могу забыть про деньги. Понятно, что у всех одна и та же ситуация. Но если ты всё-таки заставил себя думать о людях или о труде своём больше, чем о своих деньгах, тогда будет повышаться достаток. Потому что это аскеза даёт плод. Запомните, аскеза всегда даёт силу и плод. То есть, если человек забыл про себя, он трудится, то он привлекательным становится, его хочется оставить на работе, ему хочется дать больше, чтобы он был здесь, потому что он такой классный человек. Это через старших, через вот эту любовь к этому человеку приходит вот это желание, забота о нём. Но никогда не позволяйте себя унижать. Это другой вопрос. Допустим, если пользуются вашей вот этой вот искренностью, то ни в коем случае не позволяйте себя унижать. Поставьте условия. Это тоже аскеза. Она даёт возможность человеку быть свободным. Вот когда человек свободен? Когда он защищает своё достоинство. Вот, допустим, женщина свободный человек или нет? То есть, если она перед мужом не защищает своё достоинство, она никогда не будет зависимой, даже от мужа. Мужчина свободный человек, если он защищает своё достоинство, всегда будет свободным, даже от начальника. Но это не значит, что он не должен выполнять свой долг. Он должен выполнять свой долг. Не освобождает чувство собственного достоинства от выполнения своего долга. Итак, мы разобрали с вами практически три уровня аскез, которые приводят человека к силе. Есть просто чисто сила жить. Она идет от природы и аскеза на природе. Дальше есть сила жить легче. Она идет из выполнения режима дня. Есть сила жить счастливо. Она идет из выполнения своего долга. Перед женой, перед обществом, перед социумом, перед старшими. Все эти разные виды аскезы, это очень трудно так жить, потому что кажется, что есть несправедливость и там, и там, и там, и там. Но когда человек терпит эту несправедливость, все равно выполняет свой долг. Он побеждает несправедливость и становится очень сильным, развитым. Некоторые говорят, если бы старший хороший был, я бы тогда с удовольствием перед ним совершал аскезу. В умные достались в умными, а я досталась тебе. Ну, то есть, какого Бог дал старшего, тот тому и надо служить. Уж Бог нам дал много чего России, матушке. У нас уж, поверьте, старший гораздо лучше, чем в других местах. Что же еще желать? А, вы не знаете, как в других местах, да? Понятно. Со скезами разобрались? Что не понятно? Ну, вас выбрали. Я понял ваш вопрос. Выполнение аскеза идет ли, приводит к избавлению от ложного эго, от неправильного эгоизма. Вот смотрите, есть правильный эгоизм, он исходит от любви. Это эгоизм. То есть, желание любить, это эгоизм. Но если человек правильно хочет любить, служить всем, заботиться обо всех, и он хочет любви от этого процесса, благодарности потом от людей, вы слушайте. Это аскеза слушать. То тогда в этом случае у него развивается истинный эгоизм. Но если человек не может жить из любви, а мотивируется страхом в сердце, тогда у человека будет жить в сердце ложный эгоизм. Переключиться от страха жизни на бескорыстие жизни, от нужды к бескорыстию крайне сложно, потому что для этого переключения нужно реально почувствовать Бога, чтобы по-настоящему любить можно только Его. Поэтому все люди имеют ложный эгоизм в основе своей. А истинный эгоизм бывает только у тех, кто реально понял высшую цель жизни, это любовь к Богу. Истинный эгоизм встречается в этом мире крайне редко. И аскеза, которую человек совершает, это опасное занятие с точки зрения эгоизма, потому что аскеза укрепляет чувство собственного достоинства или эгоизма. Человек аскетичный становится сильным, а значит и гордым. Поэтому очень важно знать, что правильное совершение аскезы всегда означает совершать ее для удовлетворения Бога, а не для своих целей. Ты знаешь, какие цели у тебя будут, ты знаешь, что тебе нужны деньги, там нужно то, сё, пятое, десятое, но поставь удовлетворение Бога выше этой цели, и ты получишь свою цель. Это точно так же, когда женщина заботится о том, что все вышли замуж, она сама не замуж, но всех сватает, она найдет все мужа запросто. Вот точно такая же схема и в этой системе, то есть ты для удовлетворения Бога пытаешься аскезу совершать, и тогда ты получишь свое обязательно, как бонус. Но аскеза всегда увеличивает силу чувства собственного достоинства, а если чувство собственного достоинства сильное, возможность для гордости очень большая. Но тем не менее, даже несмотря на это, человек не должен отказываться от аскез, потому что слабый и беспомощный человек гораздо хуже, чем сильный и гордый, даже в глазах Бога. Человек не жил, не должен жить так, чтобы он сам себе не нравился, понимаете? Конечно, есть, допустим, монахи, они слабые и беспомощные, но сильные духом. Понимаете, это другой вопрос уже. А я говорю просто про обычных людей. Человек не должен думать, что мне не нужна сила, потому что это плохо. Сила — это всегда хорошо. Женщина должна быть красивой. Это не плохо, а хорошо. Мужчина должен быть ответственным, люди должны быть верными, человек должен быть трудолюбивым. Это виды силы разной. И это плохо, не плохо, а очень хорошо. Но это всё даёт сильное чувство собственного достоинства. А если у человека слабое чувство собственного достоинства, его и слушать даже никто не будет. Поэтому аскетичные люди всегда востребованы в этом мире. Аскетичное означает сильное. Вот, допустим, красивая девушка не может быть не аскетичной. Поэтому я говорю, совершайте аскезу, которая сделает вас красивой. Эта аскеза называется «забота о людях». Не о себе, а о своей замужестве, а о людях забота. Когда женщина разрывает этот порочный круг думания о себе и о своей личной жизни и начинает служить другим, красота растёт в день и до дня в её сердце. И она становится достойной, сильной и красивой. Достойной хорошего мужа становится. А если она постоянно хочет семейной жизни, счастья и посмотрит из-за этого на мужчин, она находит похотливых мужчин, которые хотят только наслаждаться им. А вот девушка ещё не спросила. Можно, смотрите, допустим, у вас нет возможности, допустим, бегать на природе. Вы бегаете по беговой дорожке. Это хорошо. Но потом прогуляетесь по природе, и всё равно природа войдёт в вас. Если человек аскезу совершил, то у него появляется предрасположенность к тому, чтобы получить природу. И потом он по природе идёт, радуется деревьям, солнцу, но он набегался на беговой дорожке в помещении. Это чуть хуже, но всё равно работает хорошо. Даже это работает. Не всегда человек может бегать в Москве, допустим, по улицам. Особенно с утра могут загрызть собаки или пьяные маньяки. Это факт. Ну, хорошо, тогда беговая дорожка, и просто потом, когда уже есть возможность, прогуляйтесь и желайте всем счастья. Всё, что человек трудится над своим сердцем, всё это является аскезой. Но молитва сама по себе не является аскезой в том плане, что она не предназначена для аскезы. То есть молитва — это отношение с Богом, это её суть. Но сначала для человека молитва — это аскеза, но мы об этом чуть позже поговорим. Да? Олег Геннадьевич, а если поставите вопрос, если не наступает лёгкость через 40 минут, через 50 минут, через час? Вы стоите неподвижно, и лёгкости не наступают. В позе алмаза. Сидите в позе алмаза, лёгкость не наступает. А что наступает? А в теле наступает? В теле, да. Всё, значит, ноги больные у вас. В теле лёгкость наступила, заканчиваете упражнение. В статическое упражнение лёгкость в ногах не возникает, потому что там болезнь. В теле наступила лёгкость, заканчиваете, придёт время, и в ногах возникнет. Постепенно она будет опускаться ниже, ниже лёгкость. Вы заметите это со временем. Продолжать совершать аскезу, она приведёт к вас к терпению своей судьбы. То есть вы делаете неподвижное положение тела, результат какой? Вы терпите свою судьбу, она может быть, допустим, эмоцией или одиночества, ещё что-то. Прежде чем принять судьбу, человек должен сначала её вытерпеть, а потом уже победить. Сначала вытерпеть, потом принять, потом победить. Аскеза помогает принять судьбу, выстоять. А потом, когда уже принял, сердце успокоилось, что я одна, допустим, то дальше она уже начинает двигаться к замужеству. Но если сердце не успокоилось, оно беспокоится об этом, то никакого замужества не будет. Чтобы выйти замуж, сначала надо принять одиночество от Бога. И успокоится по этому поводу. Когда женщина успокаивается, она уже не думает о себе, а просто думает о других, заботится обо всех. И получает сначала женщина большую семью, а не маленькую. Сразу маленькую она не может получить. Она получает сначала большую семью, которая называется общество людей. Она всех любит. Она говорит, да мне замуж уже не надо, потому что я и так умею, столько людей, которых я люблю. Поднимите женщины, которых так произошло в жизни. Замужем? Скоро замуж. Видно. Дальше еще кто? Прямо вы вот так живете, что у вас всех все любите? Или вы хотите, чтобы я вам сказал, что скоро замуж? Меня не испытываете, пожалуйста. Когда такой станете, тогда я так скажу. Хорошо? Хитрые такие. Какая аскеза для мужчин, чтобы девушка упрямая? Чтобы что? Какая аскеза для мужчин, если девушка упрямая? Если девушка упрямая, какая аскеза для мужчины? Нужно просто совершать аскезы для тела сначала, чтобы вытерпеть характер близкого человека. Потом нужно сказать себе, я всю жизнь буду жить с этой упрямой девушкой, потому что мне дал ее Бог. И когда вы это скажете, то вы увидите, что она очень хорошая, эта девушка. Но если вы хотите ее изменить, то никакие аскезы вам не помогут. Потому что если человек хочет изменить другого человека, он в жизни получит только разочарование. И все. Только разочарование. Надо сначала принять человека, а потом он сам начнет меняться от твоего приятия, потому что изменяет человека только твоя любовь. А любовь начинается только с принятия. Ты принял человека, это и есть любовь. С этого момента он начинает меняться. Увидишь скоро сам. А упрямство – это свойство всех девушек. Девушка более упрямая, характер в ней более упрямый в несколько раз, чем мужчин у любой девушки. А если вы этого не видите у любых девушек, это не значит, что этого нет. Потому что девушки, они очень хитрые по природе. Они свое упрямство всегда скрывают от мужчин. Если вас, допустим, это обхитрило, а потом показало, то будет дальше то же самое с другими. Поэтому просто примите. Не дергайтесь. Тем более, что уже три раза вы разочаровались. Надо остановиться уже теперь. Я что-то не так сказал? Скажите. А? Все, хорошо. Людям нравятся чудеса вообще. Им пожарят. А без чудеса никак, да? Хорошо. Можно. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok